Дорогие мои подписчики, мои девчата, смучатес, комрадес, приветик! Очередное вышло видео от Алекса из канала History Legends по поводу заявлений Макрона о том, что Франция вступит в военные действия и отправит свои войска на Украину. И Алекс записал, естественно, очередное видео, оно вышло несколько дней назад, у меня не было времени, 5 дней назад оно вышло, времени у меня не было, то одно, то другое, знаете, то там мосты рухнули, то еще что-то. И я отвлеклась от этого момента и пропустила это видео, еще его не смотрела, буду смотреть с вами в переводе. Вот, значит, название видео говорит, что французская армия, если нападет на Украину, это будет полный провал. Вот, посмотрим, что Алекс в своей манере, такой обычно смешной, нам расскажет, но я не сомневаюсь, что видео будет фантастическое. А после того, как мы посмотрим его видео, я подобрала пару подборок насчет того, что сравнивают военную мощь России и Франции, там прямо по категориям, включая ядерное оружие. Так что, я думаю, мы сначала посмотрим Алекса, а потом посмотрим второе видео, которое подобрала с подборочкой. Ну, начинаем. Друзья мои, разве мы не приближаемся к Третьей мировой войне? Как вы, возможно, слышали, Эммануэль Макрон, президент Франции, рассматривает возможность прямого вмешательства французских вооруженных сил в Украину. Безумие. Безумие и глупость. В письме Макрону современная дипломатия написала, что наступление фронта на Одессу или Киев может спровоцировать вмешательство Франции. Проблема с французами в том, что они могут быть довольно импульсивными в отношении ведения войны. По французскому телевидению уже обсуждают нелепую идею отправки целых полков до Днепра, чтобы напугать российскую армию. Что вам нужно знать, так это то, что с мая 2022 года, в рамках миссии НАТО Эгл или ИГА, Франция возглавляет оперативную группу численностью 100 человек, дислоцированную в Румынии. В чем заключается их истинная цель и что они могут сделать оттуда. Ходят слухи, что за кадром Макрон также сказал, в любом случае в следующем году мне придется отправить несколько чуваков в Одессу. Украинцы уже усиленно укрепляют регион, но при сокращающихся запасах боеприпасов и нехватке живой силы, этого может оказаться недостаточно. Если Россия решит начать полномасштабное наступление через Днепр. Вот почему мы могли стать свидетелями операции АКТ, операции Квасант на Днепре по обеспечению безопасности Одессы, возможно ее сына. Цель состояла бы в том, чтобы помешать Украине стать страной, не имеющей выхода к морю. Ребята, ее сына это видимо перевели Херсон. Херсон это она, а сон это сын. Так что когда услышите словосочетание ее сын, это означает Херсон. 20 минут инвентарь. Ле Манс по сути сказал, что у их танков стоимостью 10 миллионов евро в настоящее время нет реальных средств защиты от беспилотников. В личнее превосходно. Скоро у меня будет вся коллекция Нейтоу Пик. Леопард 2, претендент 2 Абрамс. Не хватает только Леклерка. Реалистично, готова ли Франция к войне? Вот о чем писала газета Ле Мунд. Тем временем полковник Гои говорит, что Франция похожа на крокодила. Большой рот, стрелковое оружие. Каковы их истинные возможности по проецированию силы? Они не могут просто отмахнуться от этого, как они это делают в Африке против повстанцев, сражающихся с автоматами и сандалиями на борту пикапов Тойота. Если честно, Франция даже не начала воевать, а уже столкнулась с нехваткой боеприпасов. 20 января газета Леф и Гоу написала, во Франции у нас есть возможность производить 20 155 снарядов в год. К вашему сведению, этого как раз достаточно, чтобы помочь Украине в течение 3-4 дней боевых действий. И посмотрите, что недавно сказал тот же полковник Гоя в интервью. Тем временем некоторые французские аналитики считают, что эта воинственная риторика всего лишь политическая уловка как раз к... Так, давайте сейчас переведем, что сказал полковник Гоя в интервью. Если мы не можем позволить послать артиллерию и снаряды к артиллерии на Украину, это означает, мы также не имеем эти снаряды для нас. Тем более для большой операции. Тем временем некоторые французские аналитики считают, что эта воинственная риторика всего лишь политическая уловка как раз к следующим европейским выборам, назначенным на лето. Самое забавное, что некоторые из самых ярых сторонников войны во Франции на самом деле не хотят воевать сами. Они утверждают, что за своими ноутбуками они более смертоносны, чем с пулеметом. Конечно, так оно и есть. Конечно. Самое худшее во всем этом то, что французская армия уже предприняла аналогичную экспедицию в Одессу. В декабре 1918 года французские войска высадились в Одессе, чтобы спасти белые армии от развала под натиском большевиков. Операция закончилась полным провалом. Подробнее об этом в конце видео. Добро пожаловать в Legends of History. Вот последние новости о российско-украинской войне. Если вы новичок на этом канале, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Как вы знаете, на некоторые мои видео на украинском языке была наложена ограниченность. Так, на мое видео, когда я рассказываю про канал Алекса, тоже наложены санкции, никакой монетизации видео не происходит. И также его прячут, на него накладывается Shadowban. То есть, как только я упоминаю имя канала Алекса, сразу же у меня мгновенно канал идет Shadowban, просмотров очень мало. Поэтому давайте, мучачицы и девчата, все, кто смотрит, кто будет смотреть это видео, лайкосики и поделесики. Так что обязательно загляните в мой Patreon или PayPal, чтобы шоу продолжалось. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартиру. Дилемма заключается в том, что президент Франции заявил, что война в Украине имеет экзистенциальное значение для Франции. Это означает, что борьба Украины за выживание как нации, также по умолчанию является борьбой Франции за выживание как нации против России. Верно. Сейчас вопрос французского правительства заключается в том, как они могут наилучшим образом поддержать Украину. Один. Косвенный подход, больше оружия, больше боеприпасов, больше советников и особенно больше денег. Два. Прямая военная интервенция, то есть отправка войск на землю. Франция также чувствует себя виноватой за то, что бросила Польшу в 1939 году. Так что давайте сделаем историю правильной и не повторим тех же ошибок. После двух лет косвенной военной поддержки, когда украинская армия боролась на поле боя, Макрон решил, что отправка войск в Украину может быть рассмотрена в ближайшем будущем. И он публично объявил об этом, даже не предупредив своих партнеров по НАТО. В режиме паники многие лидеры НАТО публично осудили идею отправки войск Европейского альянса в Украину. Однако с тех пор, как вы можете видеть на карте, некоторые страны теперь благосклонно относятся к стратегическому видению Макрона о прямой военной интервенции. Прежде чем перейти к операции Круассан на Днепре, давайте поговорим о текущей поддержке Франции и Украине. Франция уже поставила украинским вооруженным силам много военной техники. На эти военные усилия ушли 1000 противотанковых ракет, 3 противотанковых ракетных комплекса «Милан», 6 буксируемых орудий ТРВ-155, 30 самоходных «Гаубиц Цезарь-155», 4 машины для запуска ракет М270 «Лру», 2 системы противовоздушной обороны «Кратал-Ин», 6 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», 1 зенитно-ракетный комплекс «Сампт», 38 легких танков «Амкстен-Арси» и 250 бронетранспортеров «ВЭП-4х4». Как вы можете видеть, это довольно много. Что касается артиллерии, что мы собираемся дать в 2024 году? Сколько там украинцев, а это значит, что если бы там было боестолкновение? Ты это видел? 40% всей артиллерии французской армии. Теперь, что касается боеприпасов, в период с 2022 по 2023 год Франция поставила Украине 30 артиллерийских снарядов. В январе отчет для французского Сената 30 тысяч вы увидели, да, цифры на экране? Страна производит всего 3,155-тысячных артиллерийских снарядов в месяц, из которых примерно половина отправляется на поддержку военных усилий Украины. С учетом сказанного, в начале войны в Украине французское производство составляло всего один снаряд в месяц. Но по большому счету Россия производит около 250 артиллерийских боеприпасов в месяц. Это, видимо, тысячи ребятов каждый раз, значит, одна тысяча в месяц, а у России 250 тысяч. Российская промышленность обгоняет французское ежемесячное производство артиллерии примерно за 30 минут. Французское телевидение также признало, что французские военные советники работают с украинским штабом армии над планированием операций. Плюс дополнительное присутствие французского спецназа на местах. Но, как и следовало ожидать, об этом известно очень мало. Мы также знаем, что НАТО и Франция в некоторой степени вовлечены в военные операции в Черном море официально только для сбора разведанных. Например, 21 февраля 2024 года в Черном море работал французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения И-3Ф. И то же самое произошло 12 марта. Из просочившегося разговора немецких генералов мы узнали, что британский и французский персонал управляет крылатыми ракетами, переданными Украине. Вау, большой сюрприз. Кто бы мог подумать об этом. Кроме того, в Польше находится около 300 французских военных инструкторов. Сообщалось, что они могут контролировать и обучать около 600 украинских рекрутов в месяц. Если честно, иногда я даже задаюсь вопросом, чему они их учат. В этом документальном фильме французского национального телевидения мы видим, как это подразделение с трудом развертывается, штурмует и очищает очень простую траншейную сеть. Без врагов внутри и без ответного огня. Их инструктор признал, что солдаты слишком сгруппированы, они не знают, как маневрировать и как все они будут убиты или... Чему, чему учат. Либеральным ценностям европейским. Как быть трансгендером и... Любить мужчин и так далее. Ранены в реальном бою. Прямая военная интервенция выглядит очень многообещающе. Теперь русские также распространяют истории о сотнях французских иностранных добровольцев, сражающихся на Украине. Например, в январе, когда Россия нанесла ракетный удар по отелю в Харькове, заявив, что 60 французских иностранных добровольцев погибли. Очевидно, что мы не знаем точного числа, но вполне возможно, что в этом здании действительно находились иностранные добровольцы. Или когда в российской телеграмме говорится о том, что ремонтные бригады для восстановления самоходной артиллерии СИЗР являются французскими техниками. На данный момент мы можем подтвердить гибель 14 французских добровольцев в Украине. Но очевидно, что если задействован спецназ, это число может быть выше. 2 февраля 2024 года BBC написала, что двое французских добровольцев погибли в результате удара российского беспилотника, подтверждает Макрон. Мы не знаем, кем они были и что они там делали. Что интересно, вскоре после того, как независимая компания Kate Independent сообщила, что иностранным добровольцам, работникам НПО и персоналу посольства запрещено въезжать в некоторый... Газета Kiev Independent. Это украинская газета на английском языке. Независимый Киев означает. ...без разрешения властей. Так что все это текущее французское участие в Украине. Но что если французская армия действительно решит вмешаться? Вот что сказал об этой возможности Зеленский по французскому национальному телевидению. Эл Украина, Эл Украина, территория Франции. А что если фронт рухнет? Как мы уже говорили во введении, у НАТО... Секундочку, давайте глянем, что этот клоун сказал. Сейчас. Потому что перевода на английский не было, надо прочитать. Сейчас. Французская армия действительно решит вмешаться. Вот что сказал об этой возможности Зеленский по французскому национальному телевидению. Французская армия может оставаться на французской территории. А что если фронт рухнет? Как мы уже говорили во введении, у НАТО есть миссия Эйгл, дислоцированная в Румынии. Эту оперативную группу численностью в тысячу человек возглавляет французский командующий. Они действуют как силы наблюдения, которые могут быть усилены и преобразованы в бригаду быстрого реагирования. Дело в том, что на самом деле мы говорим о многонациональной боевой группе. Не все 100% являются французскими солдатами. В марте 2023 года к ним присоединился разведывательный взвод из 27 военнослужащих из Люксембурга, так что по сути вся их армия. А в июле 2023 года для их усиления прибыла механизированная рота из Бельгии, состоящая из 300 солдат и 24 боевых бронированных машин «Пиранья». 25 июля к контингенту добавились 4 самоходные гаубицы «Цезарь». Технически, если вмешаются французы, бельгийский контингент и эти 27 парней из Люксембурга тоже должны будут вступить в бой. И вдобавок ко всему мы можем спросить себя, сколько солдат может реально развернуть Франция. Теоретическая численность личного состава 100 человек. Но мы определенно можем ожидать, что эта боевая группа будет усилена в ближайшие месяцы, если действительно есть намерение продвигаться в направлении Одессы. Возможно, бельгийские и люксембургские контингенты могут быть заменены французскими войсками, например, подразделениями французского иностранного легиона. Реалистично, мы можем ожидать, что французская миссия будет состоять по меньшей мере из 1500-200 человек. 2000. Это было бы эквивалентно двум тактическим межведовым группировкам или английской боевой группе. С оперативной точки зрения, эта оперативная группа отправится со стороны румынской границы. Ему пришлось бы проехать 230 километров до Одессы по дороге М-34 через Молдову, надеясь, что все дороги целы, и что ни спецподразделения, ни приднестровские войска не перекрыли путь подхода. Также существовал более быстрый прибрежный маршрут, но российские ракетные удары повредили существующий мост. Тогда французской оперативной группе нужно будет продвинуться еще на 50 километров до устья Телегула. Почему? Во-первых, это обеспечит естественную водную преграду для вражеских колонн. Во-вторых, это защитит шоссе Е-95, соединяющее Одессу с остальной частью страны. Однако это означает, что в теории французскому отряду численностью от 100 до 200 человек придется защищать и прикрывать 1200 60 километров в одиночку. Второй вариант – разместить их где-нибудь в районе Суворовского района, чтобы не допустить проникновения российских войск в город. Общая цель может быть аналогичной той, которую русские преследовали в Косово в 1990-х годах. По сути, в ночь на 11 июня Россия направила миротворческие силы из 30 бронетранспортеров с 250 военнослужащими прямо в международный аэропорт Приштины, до того, как туда прибыл контингент НАТО. Этот шаг российских войск застал натовцев врасплох и вынудил их вести прямые переговоры с Россией. Теперь вопрос на миллион долларов. Готова ли российская армия пройти по трупам французских солдат, чтобы добраться до Одессы? Все эти планы – первый вариант, второй вариант – они прекрасны. Но какими войсками? Вот что пишет Ле Мунд от 30 января 2024 года, Франция начинает радикальное сокращение своего военного персонала и своих баз в Западной Африке. Так что мы видим, что Франция репатриирует военнослужащих на материк, возможно для переброски на Восточный театр военных действий. Большая проблема французских вооруженных сил заключается в их способности проецировать силу. На данный момент считается, что Франция может развернуть 15 тысяч солдат в течение нескольких недель, если не месяцев. Теоретически, эти экспедиционные силы могли бы быть оснащены 140 транспортными средствами, включая 130 основных боевых танков Лек-Леорг, 130 колесных боевых бронированных машин Ягуар, 800 других БМП и 48 самоходных артиллерийских установок СИЗР. Как вы можете ожидать, эти цифры являются чрезвычайно оптимистичными. Другие аналитики считают, что на самом деле может быть развернуто только 10 человек. Между тем, в 2014 году бывший начальник штаба генерал Ракт-Маду сказал, что сухопутные войска могут реально развернуть за границей не более 7 французских солдат. 7 тысяч, а до этого было 10 тысяч. Помните, что пиковая численность французского развертывания в Сахеле составляла 5,5 военнослужащих. 5 тысяч 500 военнослужащих. Количеством вооруженных транспортных средств в артиллерии. Сейчас мы даже не говорим о логистике всей этой операции. Просто взгляните на расстояние между французской границей и румыно-украинской границей. Мы говорим о двух тысячах километров. Франция никак не может сделать это в одиночку. НАТО придется поддержать их. Мы должны помнить, что в 2011 году, во время французской интервенции против Каддафи в Ливии, НАТО пришлось взять на себя операцию, которую французские силы просто не могли провести в одиночку. Два года спустя, во время военной интервенции в Мали в 2013 году, Франция обратилась к своим союзникам с просьбой усилить их материально-техническую помощь. В основном с помощью транспортных самолетов. В 2022 году Ле Пойнт написал, французский вывод войск из Мали, впереди логистическая головная боль. Логистический маневр состоял в эвакуации 2,5 военнослужащих, и это оказалось чрезвычайно сложным. Проще говоря, без нас и Европейской логистической поддержки операция Круассан на Днепре была бы невозможна. А теперь, чтобы еще больше усложнить ситуацию, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил об открытии постоянной военной миссии в Кишиневе в ближайшие месяцы. 7 марта две страны подписали соглашение об обороне. Международный курьер сообщил, что вновь вызвав удивление, Франция дает гарантии Молдове против России. Таким образом, Франция, страна, которая не может даже разместить 10 солдат за границей, теперь заключает соглашение об обороне со всеми. Как у Инли Вонка и его золотые билеты. Давайте не будем забывать, что в сентябре 2023 года Молдавская армия приобрела у Франции радар противовоздушной обороны Граундмастер 200 за 14,5 миллионов евро. Это означает, что может существовать альтернативный план с размещением французских войск в Молдове. И если вы спросите меня, именно здесь все становится по-настоящему интересным. Если в Румынии будет размещен один французский отряд, а в Молдове, скажем, еще один, столь же сильный. В то время как их официальная миссия может заключаться в том, чтобы броситься в Одессу, если подойдут русские. Но это также может быть приманкой, когда на самом деле они сосредоточатся на Приднестровье, и именно так смогут взять штурмом террористический полюс. Захватить всю территорию и вернуть ее Молдове. Одной из целей может быть обеспечение безопасности склада боеприпасов в Кабасне, на котором хранится 20 тонн оружия советской эпохи. Это может быть сделано в сотрудничестве с подразделениями Молдавской армии, которые усиливают военные учения на границе с Приднестровьем. Большой вопрос заключается в следующем. Что если между французскими и российскими войсками вспыхнут боевые действия? Эта эскалация может привести мир прямо к ядерной войне. Мы должны помнить, что доктрина бывшего президента Франции де Голля в отношении ядерного оружия заключалась в том, чтобы использовать его только для сохранения территориальной целостности Родины. И я не думаю, что боевые действия на Украине подпадают под эту категорию. Между тем, некоторые аналитики считают, что воинственная позиция Макрона обусловлена лишь краткосрочными оппортунистическими политическими целями. Видишь ли, в июне 2024 года состоятся выборы в Европейский парламент. Дела у партии Макрона идут не очень хорошо. Согласно последним опросам, ультраправая оппозиционная партия ААН одержит победу с 12-процентным отрывом от партии Макрона. Это огромная цифра. Так что же мог бы сделать воинственный политик? Во время парламентских дебатов премьер-министр Габриэль Летал не стал обвинять ультраправых в государственной измене. Он сказал, что быть пропутинским – это просто быть пропутинским, точно так же, как и ты. Поддержка Украины партиями, которые проголосуют против, сыграет на руку Путину. Спасибо генералу Винсенту де Портесу. Даже консерваторы вопили о небольшой избирательной тактике главы государства, но тем не менее продемонстрировали поддержку Киеву. На самом деле именно это и сказал глава консервативной партии. Я подтвердил полную поддержку Украины республиканцами, но с другой стороны я повторил нашу полную оппозицию в ведении сухопутных войск. Таким образом, заявляя об отправке войск на Украину, Макрон и французский эстеблишмент могут очернить оппозиционные партии и заклеимить их как предателей трусов, агентов Кремля или всех сразу. Так что давайте посмотрим, останется ли это грандиозная военная интервенция на повестке дня после лета. А теперь, что касается урока истории, то в конце Первой мировой войны французское правительство было обеспокоено подъемом большевиков в Российской империи. В декабре 1918 года было решено начать экспедицию на Украину для поддержки русских белых армий. В 1981 году Джей Ким Манхолланд подвел итоги экспедиции, по мнению большинства западных историков. Французская военная интервенция, по-видимому, была плохо организована, недостаточно снабжена и плохо определена в своих целях. С политической точки зрения операция имела смысл. Однако, прежде чем она началась, многие французские генералы считали, что это было невозможно с военной точки зрения. Они предпочли вооружить местные антибольшевистские силы и ограничить французское участие советниками. Даже Бертелло, генерал, отвечавший за экспедицию, быстро понял, что она обречена. Когда ему было поручено обеспечить безопасность всей Украины с помощью всего лишь трех дивизий, вместо обещанных 12, и одна из трех дивизий страдала от эпидемии гриппа. Так что взамен они получили некоторое греческое подкрепление, однако которое не очень стремилось подчиняться французскому командованию. Более того, все французские войска были малочислены. Им была обещана демобилизация после долгих лет войны, и они просто хотели вернуться домой. А холодная погода Восточной Европы не подходила для колониальных войск. В целом большинство французских солдат даже не знали, почему они сражались. В довершение всего произошло несколько пробольшевистских мятежей. Экспедиция в Украину основывалась на ложных предположениях. На самом деле Белая добровольческая армия была далека от единства и не проявляла особого желания сражаться. Местное население возмущалось интервенцией союзников, так как предпочитало большевиков Белой армии. Не сумев остановить наступающие большевистские войска, французский контингент покинул Адишу в марте 1919 года. Французская военная интервенция в Украину стала отрезвляющим уроком опасностей, связанных с вмешательством в гражданскую войну в другой стране. Это все, что у меня есть для вас сегодня. Дайте мне знать в разделе комментариев, что вы думаете о моем анализе. Если вы новичок на этом канале... Ну, Алекс, как всегда, красавчик, что я могу сказать. Классный анализ и классная у него историческая, конечно же, справочка, потому что он всегда очень интересно рассказывает о том, что... Ну, особенно с исторической точки зрения. То есть очень интересные у него такие моменты. У меня будет еще про Францию, ребята, видео следующее, но длинное очень. Значит, нашла на французском канале, называется... Почему... Не на французском, извините, на американском канале. Почему Франция действительно готовится... Ну, как бы с прокси войны... Воевать с Россией, ну, не напрямую, а вот через Украину. То есть что послужило, какие причины толкают Францию это сделать. Это очень интересное видео. Вот. Я думаю, что вам будет уже его интересно обсудить и посмотреть. Но это уже будет следующий ролик после того, как мы посмотрели вот это видео с Алексом. И, значит, еще момент. Не переключайтесь. Вот, значит, я нашла сравнение. Сделали месяц назад. Видимо, после вот этих громких заявлений Макрона. Канал есть, который делает сравнение. Значит, здесь слов нет, будет только музыка, но я буду вам зачитывать. Значит, начинаем с того, что military rank сравнивают. Вот Франция с этой стороны слева, Россия справа. И, значит, смотрите. Military rank – это, значит, позиция по шкале, международной шкале по всем странам. Какая, кто, какой занимает позицию. Значит, осмотрим. То есть Россия, это, у Франции 11 место. У России второе. На первом они вроде как считают, что Китай. Но тут большой вопрос. Как бы, в Китае есть, извините, много новых там техники. Они много настроили. Но у китайцев нет вообще никакого опыта ведения войны. Так что, даже когда была война у Китая с Японией, то без Российской, без Советского Союза, Квантунская армия японская, она бы их просто задавила. Россия, этот, Советский Союз ввел войска и разбил Квантунскую армию. Иначе Китаю там пришлось бы вообще не сладко в то время. Поэтому, вот, весь их опыт, как бы, больше они не особо там, я так понимаю, не вели никаких войн. Поэтому номер два, наша армия, я думаю, что наша армия должна быть номер один. Смотрим дальше. Сравнивают количество людей. Значит, говорят, что во Франции 64,8 миллиона человек. В России 144,15 миллиона человек. Тут сравнивают GDP. Ну, я не буду, как бы, это номинальной стоимости. Тут вопрос, как они все это оценивают. В общем, типа то, что у Франции экономически лучше, чем в России. Дело обстоит, я знаю, что они неправильно считают, не так, как мы, например, считаем. Поэтому даже не будем это учитывать. Перейдем сразу, ребята, с экономических вот этих вот параметров, которых я не верю. Ну, вот, переходим на ядерное оружие. Значит, всего ядерного оружия во Франции 290-300 боеголовок. В России 6255. Значит, диплоид на nuclear weapons – это когда уже выпускали когда-либо, либо испытывали, применяли, да. Значит, Франция применяла, у них было 280, Россия применяла 1588 боеголовок. Стратегических ядерных боеголовок во Франции 200. В России 4077. Тактическое ядерное оружие во Франции 90-100. Боеголовок в России почти 2000. Первый тест проводили, ну, испытание ядерного оружия 13 февраля 60-го года. 60-го года во Франции 29 августа 1949 года в России. Всего ядерных испытаний во Франции было 210 проведено, в России 715. Самый большой тест, который ядерный проводила Франция, было 2,6 мегатонны, в России 50-80 мегатонн. Так, ну, тут рейндж, это как разброс. Дальность, видимо, я так понимаю, максимальная дальность. У Франции какой-то 0 стоит. Почему, не знаю, в России 306. Вот эти вот индексы эти я не знала, ребята, поэтому извините, что это за индексы. То ли это разброс между самого маленького и самой большой, видимо, ракет. Поэтому, извиняйте, тут я не в курсе. Тут написано, что у России максимальная дальность 18 тысяч километров. А у Франции что-то тут вообще одни нули стоят. Не знаю, что это значит. Так, дальше вот SLBM, максимальный радиус. Ну, тут, видимо, атомарки каких-то этих боеголовок. Вот у них, значит, их таких 64. И максимальное у них действие, дальность 10 тысяч километров. У нас 228, максимальная дальность 12 тысяч километров. Бюджет на оборону во Франции 49,73 миллиарда. В России 709 миллиардов. Это все в долларах. Общее количество военных в армии насчитывается во Франции 376 тысяч человек. В России 3 миллиона 570 тысяч человек. Но предыдущие суммы, это, видимо, с запасом были. Здесь вот активные военные. То есть там, видимо, общие, то есть с учетом запасе эти, кто отслужил. А это вот активные, которые сейчас записаны в армию. Значит, во Франции 200 тысяч, в России 1 миллион 320 тысяч человек. Да, резервисты. Значит, в резервисты, как вы понимаете, те, кто отслужил раньше, и кто, может быть, на пенсии, ну, уже как бы по, ну, служба заканчивается, да, там какой-то у них есть стаж военный, они уже на пенсии военной. Значит, у них 26 тысяч человек, у нас 2 миллиона человек. Да, всего, значит, военного персонала 141 тысяча 600 во Франции, у нас 550 тысяч. Всего танков во Франции 222, у нас 14 717. Военных легких веков, это, ну, тут автомобили не назовешь, да, видимо, вот типа БМВ, вот этот вот БТР, вот такие, как бы, легкие механизированные военные, как бы, машины, да, 85 тысяч, во Франции 161 тысяча 382, а две штуки у нас. Так, ну, вот такие вот Infantry Fighting Vehicles, это которые, я так понимаю, что они, может, тоже какие-то легкие военные такие штуки, которые, видимо, перевозят на себе пехоту, потому что Infantry – это пехота, то есть там, видимо, ну, люди сидят и как-то воюют. Ребята, извините, я в терминологии вот этой военной не очень хорошо, но по картинкам мужчины, наверное, поймут, о чем идет речь. Значит, в США, ой, господи, во Франции 628, а в России 12 580. Смотрим дальше. Ну, вот это уже перевозчики, да, которые перевозят этих людей на себе, персонал, керриер, которые везут на себе людей, значит, у них во Франции 3168, у нас 13 632. Так, это вот такие вот бронированные машины, которые защищены от мин, то есть они бронированные, видимо, потому что mine resistant, mine – это мин и резистент сопротивление, то есть, видимо, противоминные вот такие вот машины, у них 1089, у нас 12 820. Ну, артиллерии, которая самонаводится, я так поняла, 96 у них, у нас 6208. Полевая артиллерия, ну, показывают нули во Франции, ребята, у них, видимо, нету, что ли, у Украины, что ли, отдали всю. У нас 8 356. Всего артиллерии во Франции 96, у нас 14 564. Это так понимаю, что машины, которые ракетами стреляют, значит, не знаю, как их назвать по-русски, значит, у них всего 9 таких, вот, которые ракеты, ракетостреляющие машины, у нас 3065. Персонал, который служит в военно-воздушных силах, у них 40 тысяч 500, у нас 165 тысяч. А всего военных самолетов в Франции 972, у нас 4255. Комбат, аэрокрафт, ну, это, видимо, типа, то ли истребители, то ли бомбардировщики, ребята, определите. По-моему, истребители, наверное, судя по виду. У них 224, у нас 1279. Так, и, значит, файтер, аэрокрафт, ну, вот эти, наверное, истребители, а предыдущие, не знаю, какие были, потому что файтерс, это, ну, которые воюют, дерутся, значит, у них самый лучший у них какой-то Рафаэль, плохо видно, досады Рафаэль, вот тут не видно, извините, тут цифры стоят, а у нас сушка 57-я. Ну, в общем, ребята, скажите, что это за файтеры, аэрокрафты, это что такое-то истребители, как они на русском называются. 224 у них, у нас 809, смотрим дальше. Многоролевые, многоцелевые самолеты у них 100 плюс 185, возможно, запланировано. У нас 287 плюс 78 заказано. Атакующие самолеты у них 0, у нас 730. Тоже вот скажите мне атакующие самолеты, кто из них остребитель, кто из них бомбардировщик, кто из них кто, ребята, вот я не разбираюсь в этом вообще. Значит, самолеты специальных задач, у них 44, у нас, у них Рафаэль какой-то, 44 этих Рафаэлей, у нас 145. Ну, может быть, типа Мигов что-то, да, может быть, это Миги, разведчики, может, какие-то, специальные mission, специальные задачи самолеты. Ну, тренер Аэрокрафт, это, значит, ну, по идее, как бы тренировщик, у них 140, у нас 552. А на самом деле, как бы, что за тренировочные самолеты, это, что это, что это означает, ребята, испытатели, может быть, и может, испытательные какие-то. Танкеры, это один, у них 17, у нас 19, но танкеры, это, может быть, заправщики? Слушайте, ну, я что-то совсем, этот, не разбираюсь в самолетах, надо подтянуть этот момент. Ой, ну, это уже понятно, бомберс, это бомбардировщики, но у них 0 бомбардировщиков, у нас 125 и 10 на заказе, заказали тополи в Ту-160. Вот у нас какие бомбардировщики, красавчики. АВАКС, вот понятия не имею, что за АВАКС, ребята, смотрите, это, наверное, может, радиоэлектронные, да, вот я гляжу, круглая вот тут башенка нарисована, это, наверное, радиоразведки, вот такая вот штучка, у них 0,4 штуки, у нас 42. Так, еще какой-то Reconnaissance aircraft, вот это я вообще не знаю, что это такое, и этот, что, вообще, что, что это делает, вот этот, вот, может, заправляет, может, это заправщик какой-то? Два у них и три в заказе, у нас 34. По фотографиям посмотрите, кто-то может узнать, что это означает. Ну, вот это вот Electronic Warfare aircraft, это вот, значит, самолеты, которые ведут электронную войну, то есть, может быть, они гасят какие-то устройства, может быть, гасят, что они делают, или разведку проводят. Ну, в общем, это электронная война, вот они производят. Смотрим дальше. Всем у нас, у них нету. Ну, это понятно, это транспортные самолеты, у них 118, самый большой у них Airbus 400, у нас 453, самый большой Illusion 70, не видно, 78 или 76, что-то такое. Значит, всего у них вертолетов 447, у нас 1547. Из них атакующих, у них атакующих, у них 69, у нас 559. Ну, это, видимо, какие-то, видимо, какие-то, то ли дроны, то ли такие самолеты, какие-то интересные. В общем, у них 350 с плюсом, у нас более 5000. Ребята, скажите, напишите в комментариях, что это было, это такой дрон или что это? Аэропортов всего у них 464, у нас 1218. Так, ну, это вы поняли, да, что это моряки, у них, значит, персонала 44 тысячи в военно-морских силах, у нас 160 тысяч. Смотрим дальше. Так, ну, это, видимо, военно-морского флота всяких разных кораблей, у них 128, во флоте у нас 781. А это авианосцы, у них один, и написано, что у нас тоже один авианосец. Значит, это, которые на себе носят не авианосцы, но которые на себе носят вертолеты. У них три, у нас якобы ни одного такого нет. Фрегатов у них 11, у нас 12. Корветов у них 0, у нас 83. Деструйерс, это, по-нашему, может быть, эсминцы какие-то, в общем, те, которые на атакующие. Значит, у них 10, у нас 14. Подводные лодки, у них 9, у нас 65. Патрулирующих кораблей, у них 15 или катеров, у нас 122. Это, которые минируют, минировщики, наверное, как они по-русски называются. Ну, в общем, те, которые мины, мины разбрасывают, их 17 у них, у нас 47. Ну, это даже не знаю, как они называют, торговые морские корабли, что ли, или они что делают. Мершина – это торговля, а как оно относится к военной силе, я не знаю. У них 549, у нас 2917. Может быть, это какие-то снабжения, вот корабли, вот не знаю, как они называются, ребята, честно. Но мерчанты – это торговля по-английски. Порты, терминалы, у них 17 у нас. Да, наверное, торговые были корабли, потому что мы переходим плавно в порты и терминалы. У них 17, у нас 8. Так, ну все, мы посмотрели. Значит, ребята, это было видео про Францию. Раз разговоры ходят, давайте как бы узнаем, по крайней мере, что у них там творится. Еще есть видео такое же сравнение с американцами, можно будет посмотреть. Я ссылочку оставлю в описании, если хотите, пересмотрите. Следующее видео у нас будет вот это. Вот почему Франция действительно готовится воевать с Россией. Будет интересное видео, оно довольно длинное. А на этом мы заканчиваем сегодня. И всем пока. До следующего видео. Подпишитесь, поставьте лайк, напишите в комментариях, если вы узнали какие-то из этих самолетов или кораблей, которые я неправильно обозначила. Давайте я хотя бы изучу эту тему более профессионально, с военной точки зрения. Все. Всем пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok